Покажу, расскажу сегодня, где занимаюсь, покажу свой альбоматор, вот Кирилла Владимировна идет, по телефону разговаривает, коллега, а вот она клуб, ты что, на автобусе приехала? Ты делаете большой круг, пробегаете на зеленой дорожке, маленькое движение, все что делаете, без такой assignedёрного. И один круг босиком, один круг в кроссовках, два круга босиком, два кроссовках, три круга босиком, три круга в кроссовках. Посторей, если круг босиком, просто кроссовки девайта, потом пробегаем. Вот так выглядит клуб, станочки у нас здесь. Вообще три, почему-то два сейчас только. Велосипед тренера нашел, Эдимерс, силы комплектора. Результаты в типе теста, ваты, серии. Такой набор тренажеров, всю зиму здесь мы проводим, тренируем базу. Тренер приехал с отпуска, в Тюмень отдыхал. Легионер не хочет попадать в камеру. Нужно по намку надеть и все. Давай, рекламирую его, давай. Андрей Ушаков. Скажите, пожалуйста, за сколько вы бежите 10 километров? Леш, 40 минут. Ну не правда же, не 40. Не 40 же, не правда. 30, да? А? 35. 32, 47. 32, 47. Так, а 21? Сейчас 17. А 1000 метров? Где 34. Вот, хорошие. Вот такие парни у нас. Больше никаких. Вот такие парни у нас работают, занимаются. Вот кубки. Не знаю, чьи это, кстати. После разминочки разогрев парки. Там вот речку видно, РТШ. Разминаемся. Сегодня тренер должное здание. Дальше покажем, какое. Задолбал ты своих подписчиков своими спортивными столь. Человек. А это не подписчиков. А кому? Это специальный репортаж. В другое место пойдет он. Лайф? Можно сказать и лайф. Как ваши ощущения? А почему вы смогли идти, Дмитрий? Простыл. Простыл, да? Как простыл? Как, как? Заболел и простыл. Все тебе расскажи. Понял. Опять? Опять гидрогостюм без трусов надевал? Да? Зимон, вернись. Давай, все мне рассказывай. Это было сказано. Так, у нас разминочка. Как попало делаем. Сейчас делаю специальное беговое упражнение, а потом будем бегать босиком по резиновому кругу. Сегодня такое упражнение, я так понимаю, на укрепление стопы. Чего ты пока снимаешь, э? Вот такие у меня коллеги. Неприятные, мерзкие. Не дают мне творчески реализовываться. Как ты сам? Давайте, что дальше делаем? Вот такие упражнения. Все, бежим босиком. Оставили кроссовочки под скамейкой. Надеюсь, надеемся, никто их не сопрет. Но тот, кто боится за свои офигительные кроссовки, что он делает? Он с ними бежит, конечно же. Адидасы, это как бы не шутки. Найки, асиксы, ладно, черт с ними. Кто их тронет? А вот Адидасы не... Подписывайтесь, ставьте лайки. Не надо, не надо этого говорить. Не надо этого говорить, Дмитрий. Ты лучше скажи что-нибудь такое, чтобы интересно было. Интересный факт. Интересный факт о беге. Давай. Он занимается все. Праздник жизни вообще. Пришел тренер по следить за молодыми. Надели кроссовки все. И побежали. А просто бежим сейчас или что? Средний, оказывается, средний пен такой. На, собачки, пожалуйста. Скажите, тренер, это для информационного ролика такой? Инстаграм же опять не работает. Да не в Инстаграм это, это на Ютуб потом. А, на фига себе. Да, а для чего мы бегаем босиком, скажите? А вот сейчас два круга пробежишь, и то мне скажешь. Да уж. Прям не босиком, а именно на стопе. Вот такая методология у нас. У тренера. Он говорит, давай беги тысяча по тысяче. Побежишь, потом скажешь. Под себя, под себя, под себя, под себя. Не захлестывать. Хочу заметить, что в нашей команде Iron Team присутствуют люди абсолютно с разными, скажем так, преимуществами. Не только. Мы как люди X. И вот у нас один человек такой щелкает постоянно. Щелкунчик. Вот послушайте, у него колено щелкает. Сыщно? Вот. Поэтому с вот такими отклонениями тоже можно бегать. Да, Дмитрий? Я бы сползал бы. А я где-то между вами и вами и ними. Не, ну я же лучше всех на стопе стою. Понятно? Бегу. Конечно. Как ощущения? Не забываем. В смысле не забываем. Вам не понравилось? Понравилось. То есть смысл в чем? Пульс какой был сейчас? 140. Смысл получается. Если бирать на стопе и четко стоять на стопе, держаться. То есть чем вы сильнее стоите на стопе, тем у вас сильнее связочный аппарат, который держит, тем меньше будет пробивать весь организм. То есть чем жестче на стопе стоите и жестче это место, тем соответственно у вас будет меньше пульс. У вас не будет ударной нагрузки, она не будет пробивать. Она будет оставаться себя вот здесь вот в этом месте. То есть чем жестче на стопе, тем меньше необходимо работать там другим мышцным стабилизатором для того, чтобы удержать ваше равновесие. Вот вкратце примерно. Поэтому чем вот лучше опор вот это, чем лучше вы можете стоять там на одной ноге вот так вот, да, образно говоря. Там с закрытыми глазами особенно. Тем у вас будет ниже пульс в бене. Как это не парадоксально звучало. Ну при других равных значениях, само собой. Можешь выключать. Дальше секреты. Вот вы говорили, когда набор начался. А я не могу, вот это у меня оно вообще пьет. Это вообще забывает. Вот Дима смотрел, Дима хорошо получает. Ну все, отбегали. Вышло 11 километров. Вековые все вместе. Заминочка. Завтра будут брики, поэтому сегодня легонько. Ну что, вот и закончилась тренировка. Уже еду с нее. Сегодня с тренером поговорили за кадром о том, что мне нужно поработать хорошо с тазом для того, чтобы сделать мой шаг еще длиннее. Чтобы больше был захлест голени назад. Это позволит мне бежать еще быстрее, потому что у меня хороший потенциал в этом. То есть, если я смогу поработать на длинной шага и качественно выстроить это, то я буду бегать гораздо лучше, гораздо быстрее и гораздо сильнее. Вот. И бег в целом, он и так является у меня сейчас, я бы сказал, самым сильным видом. На нем можно будет, в принципе, выезжать неплохо таки. Вот. Поэтому сегодня работали со стопой. Вообще, правильная постановка стопы это то, что я узнал, конечно же, когда прошел заниматься в клуб. Потому как я узнал, что постановка стопы это вообще просто чуть ли не самое важное в беге, в принципе. Потому что все травмы, боли или что-то еще происходят именно из-за некорректной постановки стопы, конечно же. Вот. Работать нужно стопой, бежать стопой нельзя. Нельзя ставить стопу на носок или на пятку четко. Нужно работать на середину стопы. Об этом в целом на YouTube есть много видео, но чуть подробнее рассказывал это на прямом эфире. Тоже он скоро будет на канале. И там можно будет просмотреть. Но вообще, конечно, глобально лучше идти к тренеру заниматься. В целом, вот сегодняшняя тренировка это такой отрезок того, что мы делаем, как занимаемся. Я решил, будет интересно показать, как тренировки проходят в Iron Team. И если понравилось, пишите. Будем показывать еще. Всем спасибо. 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 Спасибо.